15-летний чемпион. В Эмиратах подвели итоги мирового чемпионата по гонкам дронов. На Аравийском полуострове пройдет Олимпиада роботов. Все авто под колпаком. В Шенчжене транспорт снабдят чипами для слежения за всеми перемещениями. Здравствуйте! В эфире телеканала 24KZ. Новый выпуск проект Апронет. Это неизменно увлекательно. О гаджетах, технологиях и концептах. Сегодняшний выпуск начнем с самой быстрой новости. Завершился первый мировой слет летающих гонщиков на БПЛА. Речь идет о World Drone Prix 2016. Это мировой чемпионат гонок среди дронов. Мероприятие организовали в Объединенных Арабских Эмиратах. И оно собрало несколько десятков команд со всего света. Неудивительно, призовой фонд контеста составил 1 миллион долларов. Было довольно зрелищно. Гонки проходили в том числе ночью на подсвеченных трассах. Некоторые элементы на пути четырех винтовых беспилотников двигались. Среди команд были две из России. И одна из них завоевала третье место. А вот победителем стала команда, которую возглавлял пилот возрастом всего 15 лет. Британец Люк Баннистер, выступавший под псевдонимом Tornado X Blades Bunny UK, получил от организаторов турнира 250 тысяч. А серебро у местной команды Dubai Drone Tech. Зато по итогам голосования присутствовавших на состязании у них еще и приз зрительских симпатий. А общий выигрыш 275 тысяч долларов. И кажется, это зарождение нового вида спорта. Возможно, спорта будущего. Когда состязаться будут механические устройства под управлением человека. Дуэль роботов уже состоялась в прошлом году. Пожалуй, продолжим тему и анонсируем еще одно мероприятие, которое также пройдет на Аравийском полуострове. Олимпийские игры для роботов. Вот что задумали провести власти Эмирата Дубай. Очередная крупномасштабная затея арабских чиновников и бизнесменов наверняка вновь привлечет немало внимания и, вероятно, денег. World Future Sports Games пройдет в декабре 2017-го. Механические устройства, наделенные искусственным интеллектом или управляемые человеком, будут состязаться в девяти дисциплинах. Футбол, плавание, автогонки, беспилотные, естественно, теннис, борьба и еще несколько других. Будет также Cybertlon, но пока непонятно, что это такое. Организаторы призывают уже начать создавать спортивные лиги роботов по всему миру. Небольшой Эмират Дубай известен своими грандиозными проектами. Надеемся, что и эти робоолимпийские игры будут не хуже всего, что мы видели ранее. Все авто под колпаком. В китайском городе Шэньчжэнь власти запустили проект, целью которого являются слежения за автомобилями, которые колесят по дорогам мегаполиса. Конечно, охватить все машины в городе с более чем 10 миллионным населением будет весьма трудно. Пока следить будут за 200 тысячами транспортных средств. В первую очередь это грузовики с опасными грузами и школьные автобусы. Они оборудованы специальными арфит-чипами, благодаря которым все перемещение фиксирует стационарное дорожное оборудование. Позднее оснастить такими чипами планируют все автомобили в городе. Чиновники считают, что такие меры позволят сократить случай установки поддельных номерных знаков и другую нелегальную активность на дорогах. Кроме того, это позволит собирать данные для транспортных приложений. Если опыт Шэньчжэня окажется успешным, то систему слежения за наземным колесным транспортом начнут внедрять и в других городах КНР. Стол как экран. Компания Sony представила очередное детище своего самого авангардного подразделения Future Lab. Это проектор, который делает из любой поверхности экран сенсорным дисплеем. Концепт называется Interactive Tabletop. В нем используются сенсоры глубины, и он отслеживает движения, а также фиксирует расположение объектов на поверхности. В результате можно прямо на журнальном столике получить арену для развлечений или на кухонном столе интерактивную поваренную книгу. Да, мало ли, где и что еще можно получить. Потенциал у разработки довольно большой. В презентационном видео инженеры сделали частью процесса работы с интерактивным проектором книгу «Алиса в стране чудес» и даже обычную чашку с блюдцем. Как и в случае с наушниками, которые не требуется надевать на уши и которые были представлены Future Lab на днях, о сроках презентации финального продукта на базе Interactive Tabletop тоже ничего не известно. Надеемся, все же это произойдет скоро. Смотрите ProNet самыми интересными новостями из мира хай-тек по будням в эфире 24KZ. Подписывайтесь на нас в Facebook и до встречи в эфире и онлайн. Субтитры создавал DimaTorzok